Здравствуйте! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давича и я, Екатерина Зубарева. Смотрите в этом выпуске. Решили не ждать помощи. Жители города вышли на борьбу с борщевиком. Нас не то чтобы заставляют, как должен быть вид все равно красивый. А когда это администрация, что будет делать, это еще неизвестно. Вот по кусты стоял пруд. Он никогда дальше этих кустов не выходил. Вода приближается все ближе. Жители Коминтерны ищут причину подтопления домов. На коляску она сама не садится. Вот мы ее посадим. Ограничивают свободу. Почему получить льготы на проезд в общественном транспорте для детей с инвалидностью проблематично? Работы на дорогах нужно приостановить. Такие рекомендации кировские подрядчики получили сегодня на оперативном совещании в администрации города. Причиной послужила плохая погода. По прогнозам синоптиков, всю неделю в городе будут идти дожди. Сейчас на улицах проводятся лишь всесезонные мероприятия на пяти участках. Так на дороге Киров-Русская продолжается устройство выравнивающего слоя из черного щебня. На улице Украинской делают съезды. Центральную подрядчик уже готовит к сдаче. Дорожное полотно очищается от строительного мусора. Кроме этого, на Северном кольце приступили к работам по выравниванию полотна. А на Гражданской рабочие готовят съезды к асфальтированию. Добровольные помощники. Сегодня в поселке Садаковском местные жители вели борьбу с борщевиком. Они скашивали ядовитое растение вдоль обочин. Наблюдали за этим представители администрации города. Как можно помочь властям сэкономить и сделать Киров безопаснее, расскажет Ирина Сырцева. С самого утра с триммером в руках Андрей Матанцев забирается в самые густые заросли на газоне. Периодически скашивать траву перед домом для него обычное дело. Сколько я здесь живу, сколько я себя помню, как я вырос, начал косить и я стал косить. Так же делают и соседи Андрея. Но не только для красоты вся эта процедура. Среди разнотравий все больше места в последние годы занимает растение большинству кировчан знакомое. Сначала борщевик сосновского выращивался в области для корма коров. Когда показал свою неэффективность для надоев, превратился в сорняк, который быстрыми темпами начал отвоевывать себе все больше места под солнцем. И все чаще давая о себе знать. В соке растения содержатся фуранокумарины – вещества, которые усиливают чувствительность кожи к солнечному свету. Сами они ожог не вызывают. Но при попадании этого вещества на кожу происходит его впитывание. Если на этот участок кожи попадет ультрафиолет, появится ожог. Избавиться от огромных волдырей иногда бывает проблематично. Рубцы и гиперпигментированные синюшные пятна могут исчезать годами. Вести борьбу с носителем опасности в интересах самих же кировчан, уверены сотрудники администрации города. Прекрасно они понимают, что вот этот борщевик, он может зайти им на огород. То есть они добровольно просто выходят и косят этот борщевик. Нас не то чтобы заставляют, как бы должен быть вид все равно красивый. То есть, а когда эта администрация что будет делать, это вообще неизвестно. Никогда. Скорее так, если коротко выглядит на сегодняшний день ответ. Во всяком случае, на те участки, где люди сами могут убрать траву, в территориальных управлениях бюджетные деньги тратить не собираются. Накладно. Ручная кодьба получалась примерно 2 рубля квадратный метр. Вот если они выкатили вот эту территорию, то есть мы эти средства уже можем пустить на другую территорию, где нет деревни, а борщевик прорастает возле дороги. То есть они туда переведут. Это, естественно, я же говорил, бюджет ограничен. 100 тысяч рублей выделено в этом году на борьбу с борщевиком в Октябрьском районе города Кирова. Половина этих средств пойдет на городскую территорию. Другая половина – вот на такие обочины. Юридически городских, по факту, сельских дорог. В ближайшие дни на эти деньги нужно будет не только выкосить весь борщевик, пока он не успел зацвести, но и сжечь его. Ирина Сырцева, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича. Инвалидная коляска, стопка документов и деньги про запас. Только вооружившись всем этим, родители детей с инвалидностью могут отправляться в поездку на общественном транспорте. Поскольку вероятность того, что без предъявления одного из многих документов кондуктор может высадить из автобуса, слишком велика. О бюрократии в сюжете Дмитрия Житарчука. Трудности передвижения в семье Лены Перескоковой начинаются уже на пороге дома. У дочки Дианы инвалидность. Самостоятельно ребенок передвигаться не может, поэтому любой выход в больницу, к примеру, только на коляске. Но учитывая городские дороги, бордюры и съезды, это отдельная история, говорит мама девочки. Чтобы проехать по льготной цене на общественном транспорте, с собой нужно взять кипу документов. Паспорт в обязательном порядке. В паспорте у меня уже всегда есть розовая справка. Это документ о том, что ребенок инвалид. Выдается до 18 лет. Плюс удостоверение Дианы, что она имеет право на льготный проезд, подтверждается раз в год. А также сама Лена Перескокова должна иметь документ о том, что вышла по льготе на пенсию, где указано, что Диана ее дочь и имеет ограничения по здоровью. Забудешь хоть одну бумажку, кондуктор потребует оплатить проезд за полную стоимость, либо придется пешком. Если мы зашли, если у нас нет одного документа, и я, например, взяла именно ту сумму, на которой мы проезжаем, которая нам требуется туда и обратно, и мы не укладываемся в это, нам приходится выходить на следующие остановки. А вы представляете, что такое выйти и зайти с ребенком? Многие люди начинают говорить кондуктору, ну неужели вот не видно, что ребенок действительно, что это самое. Люди понимают наши, ну кондукторы, они, наверное, у них работа такая. Многодетная мать, а ныне член Общероссийского народного фронта Елена Чеснокова, подтверждает, при получении льготного проезда с большой бюрократией сталкиваешься. К примеру, детям с инвалидностью из районов области выдают талоны на льготный проезд в общественном транспорте. Но в Кирове они не действуют, поэтому по областному центру на автобусе ездить придется уже за полную стоимость. Всю эту неразбериху с документами нужно прекратить, считают общественники. Предлагают вернуться к системе, которая работала пару лет назад. То есть, если раньше в соцзащите давали такое маленькое удостоверение, беленькое на картоночке, что действительно ребенок инвалид, что у него есть льготы, и там была фотография. И единственный выход, все вот это вот упростить, убрать вот этот пакет документов, нужно ввести такое же вот, ну типа пенсионного удостоверения, но для ребенка, потому что пенсионный фонд ребенку пенсионное удостоверение не дает. Сейчас члены ОНФ готовы обратиться с предложением об универсальном удостоверении для детей главе региона Игорю Васильеву, как отреагируют на инициативу власти, пока не ясно. Дмитрий Ишитарчук, Даниил Кочкин, Бюро новостей, Давичем. Проблемы с большой водой испытывают жители Коминтерна. По их словам, этот год особенный. Ни разу за 27 лет местные пруды не выходили из своих берегов, за исключением этого года. Причиной могло стать вмешательство в экосистему на территории. Обо всем по порядку Анастасия Шерстнева. Где-то 60 метров в длину, 30 в ширину и около полуметра в глубину. Такого затопления здесь никогда не было, говорят местные жители. Это видно и по корням деревьев, которые сейчас скрыты под водой. Настоящий рай для уток и проблемы для местных жителей. Вот по кусты стоял пруд. Он никогда дальше этих кустов не выходил. Вот дальше все будет чернозем. То есть здесь бабушки что-то садили. Но теперь вместо рассады на грядках стоит вода. Впервые за 30 лет местный пруд в Коминтерне вышел из берегов, преодолел водоохранную зону и зашел на придомовую территорию, рассказывает Лаура Абрамова. Причина, как сообщили местные жительницы в Роспотребнадзоре, высотках, которые сейчас строят в микрорайоне. А застройщики, в свою очередь, говорят, это не их зона ответственности. Со своей территории они воду убрали. Правильно говорят, виноват тот, кто дал разрешение строительства вообще на заболоченной территории. То есть муниципальное образование город Киров. Почему они не предусмотрели, что у вас здесь есть жилые дома с уровнем ниже, кто эту воду убирать будет, непонятно. С соседних участков проконтролировали, там вода убрана под застройку. А тут вы делаете за свой счет. Но там не объяснили какие суммы, то есть жители от этого дома явно не потянут. Нет миллионеров вообще за свой счет доводить эту воду. Тут было несколько родников. Они прямо из-под земли идут. Потом грудь насыпали, никто об этом не подумал. Они ведь все равно должны где-то выходить. Жители этих домов организовали общее собрание. Пригласили и представителей управляющей компании. Они, в свою очередь, обвинили во всем дождливое лето. Именно поэтому, по их версии, в подвалах новых домов тоже скапливалась вода. Но сейчас проблему устранили, объясняет специалист компании. Был сделан после этого дренаж. Жилинспекция проверила, все соответствует. Претензий никаких на данный момент нет. В подвалах нет ни затопления, ни воды. Вопрос о подтоплении микрорайона поднимался на межрегиональной экологической конференции ОНФ. Там сообщили, что при строительстве новых домов произошло вмешательство в экосистему. Один из прудов был засыпан. Местами поднят уровень грунта. Поэтому перед тем, как исправить ситуацию, нужно провести анализ территории. И без участия специалистов тут не обойтись. Надо вообще нанять организацию, которая произведет полное обследование, поймет вообще здесь состояние этих прудов, состояние грунтовых. Возьмет, сделает комплексный анализ инженерной инфраструктуры. И, исходя из этого, уже и даст необходимые рекомендации для того, чтобы произвести впоследствии проектные работы и выполнить какие-то инженерно-строительные работы. Общественники уже обратились в администрацию города с просьбой обнародовать планы по застройке и благоустройству этого микрорайона. А местные жители тем временем готовят письмо городским чиновникам с требованием решить проблему и откачать воду. Анастасия Шерстнева, Николай Шхарбиев, Бюро новостей Дайвича. Восемь кировских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщили в городской администрации. Четыре человека получили высший балл по русскому языку, двое по литературе, один выпускник по естествознанию, еще один по биологии. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. На сайте городской администрации появилась интерактивная карта ремонта дорог. На ней обозначены участки, отремонтированные в прошлом и в этом годах, а также те дороги, где сейчас идет ремонт. На карте можно посмотреть, какие виды работ выполнял подрядчик на каждом участке, сколько времени работал, сколько денег получил, посмотреть контракт с ним, уточнить, когда заканчивается гарантия на дорогу. Карту планируют обновлять каждую неделю. В Кирове на улице Пристанской выявили нелегальный игровой зал. Об этом сообщили кировские полицейские. Внутри правоохранители обнаружили столы для игры в покер, игровые автоматы, игральные фишки и карты. Там же нашли черновые записи организаторов игр с данными игроков и пять сотовых телефонов, с помощью которых предположительно оповещались участники покерных турниров. По факту возбуждено уголовное дело. Кировчанин заснял плавающую белку. Она переплывала пруд с одного берега на другой, сообщил мужчина. Такую картину он заснял во время рыбалки в деревне Голодница Кирово-Чепецкого района. Также мужчина отметил, что ранее видел плавающих бобров, но белку в воде увидел впервые. Сейчас мы ненадолго прервемся, а вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Когда переезды отремонтируют, инспекторы ГИБДД проверили состояние железнодорожных путей. Цирк скоро уедет, что готовят артисты для кировчан в последние дни гастролей. До старта несколько дней, как готовятся спортсмены к чемпионату города по спортивному ориентированию и велокроссу. Еще раз здравствуйте, вы смотрите Давича, и мы продолжаем. Ремонт железнодорожных переездов на контроле. Сегодня сотрудники Кировского ГИБДД проверили состояние и ремонт переездов железнодорожных путей. Напомню, в мае этого года инспекторами были осмотрены все же до переезда в черте города Кирова. В итоге было вынесено четыре предписания. Железнодорожникам дали срок до 1 августа устранить все нарушения. Если с ремонтом не успеют, то им грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за каждое невыполненное предписание. Но, по словам представителей железной дороги, участки асфальта от шлагбаума до путей относятся к городу. Но в смету по ремонту дорог они пока не входят. Несмотря на это, ямочный ремонт здесь все же будет. В Кирове появилась новая площадка для приобретения недвижимости. Она предназначена для тех, кто желает купить или продать жилье, а также получить ряд государственных услуг. В чем ее преимущество, расскажем далее. Как приобрести недвижимость, экономив при этом время и деньги, рассказали организаторы новой для Кирова площадки Marketplace. Здесь кировчане могут получить любую услугу по покупке и продаже жилья по системе одного окна. Ты пришел в одно место, пришел всего один или максимум два раза, и ты ушел отсюда со своей мечтой, с реализованной мечтой, с купленной квартирой. Мы оба работаем, времени мало, за нас собрали все документы, полный пакет, и сопроводили прям за ручку по сделке. В Marketplace можно забронировать любую квартиру здесь и сейчас. При этом не нужно посещать всех участников сделки. Специалисты все сделают за вас. Также по системе единого окна на площадке Marketplace кировчане могут получить ряд государственных услуг. Что важно? Вот сегодня модель, которая сделана, реализована здесь, это получение государственных услуг в электронном виде. Это действительно проще, это дешевле. Предполагается, что за счет исключения посредников цены для кировчан на этой площадке будут ниже. Узнать подробности можно у специалистов Marketplace по адресу Воровского, 104б. В Кировском цирке подходят к концу гастроли шоу «За Алтания». Осталось всего два выступления и перед отъездом артисты рассказали о своей жизни за кулисами. Раскрылись секреты дрессировки животных и постановки номеров. На очередной репетиции побывала наша съемочная группа и узнала, как артисты готовятся к заключительным выступлениям. Для дрессировщицы Веры Мещановой цирк и лошади неотъемлемая часть жизни. Она из семьи цирковых артистов, поэтому с детства гастролирует по разным городам. Решение дрессировать лошадей Вера Мещанова приняла тогда же, в детстве. Сейчас у дрессировщицы два коня Янис и Корабелл. Она признается, лошади занимают все ее время. Лошади очень умные животные. Очень умные. И порой, когда ты находишь с ними общий язык и у вас полное доверие, то некоторые вещи они сами предлагают. А мы просто прикармливаемся горочком, закрепляем это и показываем на манеже. Вместе с Верой Мещановой в шоу участвует и ее дочь Екатерина. Она воздушная гимнастка и выступает под куполом цирка. А ее коллега Кристина Карпова пока только готовится к сольному номеру. Ей всего 16 лет и она также с детства на арене. В Залтании юная артистка выступает в номере с иллюзионистом, а свободное время посвящает учебе. Сольный номер это воздушный куб. Мне очень хорошо, очень сильно помогает мама и все, 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 кто работает в программе Залтания, вообще все знакомые цирковые. Я репетирую пока что просто. Надеюсь, что скоро я должна в скором времени выпуститься уже. Мама Кристины участвует в номере воздушных акробатов под руководством заслуженного артиста России Владимира Вавилова. По его словам, необходимы ежедневные репетиции для того, чтобы выступление было идеальным. Например, этот номер артисты готовили целый год перед показом на манеже. Команда акробатов большая, поэтому, признается Владимир Вавилов, руководить ими непросто. В любой семье, когда людей набираешь, все должны притираться, как камушки. Кто-то не выдерживает, кто-то уходит, кто-то боится. Мы работаем как семья, мы постоянно живем вместе, ездим вместе. И здесь, если характер не сходится, люди уходят. Артисты рассказывают, цирк для них как семья и другой жизни они не представляют. Акробаты, гимнасты и дрессировщики уже привыкли к разъездам. Вот и сейчас они снова готовятся к новым гастролям. В Кирове артистам понравилось, хоть они почти ничего не успели здесь увидеть. Все время они готовились и репетировали, чтобы радовать кировского зрителя. Заключительное представление в нашем городе пройдут 8 и 9 июля в Кировском цирке. В Бобинском бару Слободского района 8 июля пройдет ежегодный чемпионат города по спортивному ориентированию на велосипедах и классическому велокроссу. В первенстве примут участие около 70 спортсменов в возрасте от 7 до 50 лет и старше. Велосипедисты проедут разные дистанции. Например, у женщин классический велокросс будет 7 километров, а у мужчин 11. Дети поедут 3 километра. Испытать свои силы может и каждый желающий. Чемпионат открыт и для спортсменов-любителей, и для профессиональных велосипедистов. Один из них – Александр Тюфяков. Юноша планирует на чемпионате войти в тройку лидеров. Поэтому уже сейчас активно готовится. Надо тренироваться, чтобы что-то хорошее показать и усиленно тренироваться. И финансирование должно быть. Потому что у нас такой вид спорта специфический, и нужно свои деньги вкладывать, чтобы хорошо выступать. Не у всех это есть возможность. Но остальные, кто помоложе, они показывают достаточно хорошие результаты. Таким был этот вторник глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Давича появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию Давича по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин